Совместная работа Симэнтек и универсального механизма на примере локомотива с асинхронными электроприводами. Наш демонстрационный проект запущен. Открыт пакет проектов с большим количеством проектов. Рассмотрим каждый из них. Первый проект УМ. Это проект связи с универсальными механизмами. С левой стороны сигналы, которые мы отправляем в универсальные механизмы. Блок связи с универсальными механизмами. И далее сигналы, которые мы принимаем от универсальных механизмов. Следующий проект. Это проект графиков. Сюда выведены все графики. С левой стороны блок приема сигналов. И далее блоки графиков. Следующий проект. Рукоятка управления. На рукоятке управления с левой стороны угловые скорости наших приводов в радианах секундах. Посередине панель с отображаемой скоростью локомотива, которая измеряется в данном случае, поскольку проект демонстрационный в метрах в секунду, а не в километрах в час. И с правой стороны ручка, при помощи которой мы можем задать скорость локомотива. Следующий проект. Это проект электрического привода, которых у нас 6 штук в данном случае. Тут присутствует первое. Это сигналы, которые поступают у нас на ШИМ. Потом у нас идет инвертор, электрическая часть, источник напряжения с конденсатором, асинхронный двигатель. И соответственно дальше через датчики сигналы у нас уходят в систему управления. Далее у нас присутствуют таких же, еще 5 проектов, такие же электрические привода. Мы все рассматривать не будем. Далее откроем проект управления AD. В данном проекте представлено 6 субмоделей. Это 6 систем управления наших 6 электроприводов. Они абсолютно идентичны. Откроем одну из них. Тут видно, что пришли сигналы. Есть какой-то алгоритм, по которому мы производим расчет. И дальше мы отправляем сигналы управления на ШИМ. И последний проект, расчет скорости. Он предназначен для преобразования линейной скорости локомотива в угловые скорости каждой колесной пары. Блок субмодель необходим для линейной скорости ручки управления. Давайте запустим наш проект и посмотрим, как все это работает. Перед запуском откроем график скоростей, чтобы мы могли наблюдать за проектом. Проект запущен. Обращаю внимание, что сразу видно, что появились значения максимальной скорости каждого проекта, доля в процентах. И видно, что большую часть в расчете занимают проекты электрических приводов. Потому что в вычислениях они являются самыми тяжелыми. Обратите внимание, что тут очень хорошо видны преимущества Симентека. Тут видно, что каждый проект выполняется в виде отдельного процесса. Наша операционная система распределяет каждый процесс на свое ядро. Таким образом мы оптимизируем расчет и используем наш вычислитель на полную мощь. В то же время у меня открыто трехмерное изображение нашего локомотива. Мы его закрыли для того, чтобы наш расчет шел быстрее. Давайте теперь посмотрим, какие будут графики, когда он доедет до масляного пятна на рельсах. Продолжение следует... 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 Спасибо за внимание... Продолжение следует... Продолжение следует...